Друзья, всем привет! Вы на канале Дим Димыча. Я нахожусь в Дубае. Вышло обращение араба на русском языке. Я вам его найду, приложу. Я считаю, что если уже арабы заговорили с нами на русском языке, то стоит как бы прислушаться к этому. Добрый день всем! Только что была пресс-конференция для Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел. Они объявили, что с четверга 8 вечером сегодня до воскресенья 6 утра нельзя выходить из дома, потому что будет идти по улицам и на транспортах стерилизация. Поэтому, пожалуйста, не выходите из дома только при случае, если вы ходите из обитания или за едой, или в больницу, не дай бог. И исключается с этого много работы и многих работников. Я вам расскажу во втором видео. Это не значит, что с четверга до воскресенья нельзя выходить. Это каждый день с 8 вечера до 6 утра нельзя выходить. Так что оставайтесь дома. Для вас хорошо и для нас всех. И у нас тут, естественно, карантин, как и у всех. Карантин происходит таким образом. Дубайские власти к этому подошли мудро. Они вводят карантин как бы волнами, чтобы не шокировать население, чтобы не разводить панику лишний раз. И чтобы всем это было как бы удобно. Считаю вам это все нужным показать, потому как каждая страна действует по-своему. Избирательные способы у каждого. И по мне так это интересно. Значит, первая волна была такая, что торговые центры, шопинг-центры все работают с 12 до 8 магазинов. Но продуктовые работают в обычном режиме так же. Было, в принципе, все нормально. Вторая волна была такая, что магазины все эти закрываются. Всех отправляют в неоплачиваемый отпуск. Под эту волну попал и я со своим массажем. Даже сервис на дому уже не разрешен делать. То есть все парикмахерские, ногтевые, все так далее, все пиццы, рестораны, все это закрывается. Но продуктовые так же работают. В продуктовых, кстати, стали мерять температуру на входе, что как бы показывает заботу о населении. И вчера еще третья волна была, это ввели комендантский час. Ввели его на три дня. С восьми вечера до шести утра каждую ночь вообще не рекомендуется выходить на улицу. Ну и вот эти вот три дня тоже как бы сказали, если у вас нет срочного такого дела, лучше останетесь дома, посидите, ничего страшного не случится. Все равно идти как бы особо и некуда. Все спортзалы, все парки, все-все-все закрыто. Работают только продукты, заправки и аптеки. Ну и больницы. Вот вы видите второй день комендантского вот этого часа. Люди на улице есть. Как бы выходить можно, но попросили, ну если у вас нет такой срочной необходимости, лучше посидите дома. Чем быстрее мы с этим вирусом справимся, тем лучше будет для каждого. И вчера люди устроили флешмоб. Все повыходили на балконы и начали стучать, кричать, аплодировать, радоваться. Таким образом выражали поддержку тем людям, которые борются с этим вирусом, врачам, властям и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ездили машины с мигалками, проверяли, чтобы на улицах никого не было. И потом велась обработка улиц, помещений всех, служебных, метро, автобусов и так далее. Такси, я думаю, тоже в первую очередь были обработаны. Вот такая вот обстановочка у нас. Сидим дома на работе. Мне сказали, минимум две недели у тебя отпуск, неоплачиваемый отпуск. Так что вот так вот. Закупился гречкой, накупил туалетные бумаги. Сижу три дня. Сказали посидеть дома. Ну, за продуктами буду выходить, конечно. Вот это там большая крыша. Это Emirates Mall. Там Ski Dubai. Это горнолыжный курорт. Такой очень большой, по-моему, какой-то он там первый в мире, не первый. Вот. Ну, по крайней мере, вы видите масштабы. Там такая горка из снега. Ну, сейчас она закрыта. Но вообще там люди отдыхают. Там подъемники, все эти там санки, ледяные горки для детей. Все как полагать. Для взрослых все есть. В общем, профессионально сделано. Это прямо в торговом центре Mall of Emirates. Видите, вот. Табличка Mall of Emirates. Вот внизу парковка. Видите, вся пустая парковка. Вот район Аль-Барша. В связи с моими незапланированными каникулами из-за коронавируса, сейчас все на карантине, у меня была отличная возможность посидеть больше, хоть и днем. Я там никогда не был днем. Всегда приезжал почему-то только вечером. Ну, там вечером просто фонтаны, красиво, хорошо. И всегда вечером прохладнее. А вот сейчас есть возможность проверить скидочки, пошопиться, посмотреть чего-то новенького. И покажу вам больше полиху днем, как она блестит на солнце. Так вот, добрался я до Дубай-мола. От метро идти до него прядачно, я уже успел устать. Короче, никого здесь в Дубай-моле нету. Одни продавцы, консультанты. Вот сами видите, покупателей нету. Потому что все развлечения, все для детей, все фонтаны, все выставки, все это закрыто. Только магазины с 12 до 8 и все. Да и людей нету, чтобы покупателей. Все пусто. Очень много консультантов. Заходишь в магазин, сразу на тебя накидываются. Консультанты сразу советуют. Сами видите, сколько людей. Очень немного. Но это еще я нахожусь на самом главном проходе. Тут еще медклиника у них. В медклинику там полного чего-то стоит. Сейчас выйду на улицу, там где хоющие контакты, посмотрим, что там. Вот он я, друзья, возле Бурж-Халифы. Смотрите, какая красота. Никого нету, гуляй сколько хочешь. Делай фоточек сколько надо. Здесь просто классно. Спокойно, хорошо. Все отдыхают. Все на расслабоне. Самое лучшее тем ребятам, которые сидят в лодке, чистят бассейн и занимаются. Хоть они и работают, но они в воде. Там попрохладнее. Сейчас стало жарковато. Буду перемещаться, наверное, в какое-нибудь кафе. Что-нибудь возьму себе из лимонадика. Покушаю чего-нибудь. Друзья, в некоторых коридорах вообще никого нету, представляете? Пустые кафе. Пустые зонные ожидания. Пустые магазины. Одни продавцы. В масках. Видите, никого. Манекены только встают. Вот красивый магазин мне нравится. Смотрите, а здесь Apple продавали. Значок остался и поставили вот такие вот матовые белые ширмы. Там магазин был очень большой и через магазин был туда вид на дубайские фонтаны. Там такая панорама классная была. Всегда любил туда заходить. Сейчас вот. Видите. Так. Вот это адрес хотел называется. Я здесь, кстати, был. Внутри. У меня был там заказ. Я там делал массаж одному клиенту своему. Постоянному. Он каждый раз останавливается в разных отелях. И вот адрес хотел. Вот так вот он выглядит. У него, что хорошо, у него хороший вид на Бурдж-Халиф. Сразу вы просыпаетесь. Наблюдайте фонтаны, Бурдж-Халиф. Отлично было оттуда смотреть новогодний фейерверк. Я думаю. Так. И тут есть у него ресторанчик еще. Вот там терраса есть такая. Тоже очень крутое место. Вот. Но я сейчас туда не пойду. Буду гулять здесь. И приотельная территория тоже классная. С пешеходными дорожками, с пальмами. Пальмы вообще такой нечестный ход. Их куда ни поставь. Везде будет классно. Так. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, ну в общем я по путешествия подобаю, но ничего здесь нового интересного нету, скидок пока что не делаю, сезон распродаж прошел, кроме этих фонтанов не посмотреть особо немножко, всегда завораживает меня это зрелище, красивое место все-таки, хочется возвращаться и возвращаться. Друзья, спасибо за просмотр!